То, на что вы сейчас смотрите, это не куча блоков, которые формируют плоскость. Это всего лишь один блок. Сегодня мы посмотрим на ресурспак, который делает все блоки, состоящими из других маленьких блоков. Именно так. Мы давным-давно уже смотрели на что-то подобное, но сегодняшний ресурспак сделал чувак под ником Эван Хоуэлл, и он также добавил здесь мобов, потому что, если вы помните, то на предыдущем ресурспаке, который делал что-то подобное, там мобов не было. Но теперь даже мобы состоят из различных блоков, и выглядит всё это просто офигеть как круто. Поэтому сегодня, ребята, мы посмотрим на этот ресурспак, посмотрим на мир, из каких теперь он блоков состоит. Я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний видос, вы поддержите его вашим пальцем вверх. Ну, и, конечно же, перед началом рандомный комментоз у нас залетает от Ива Неплакучая, которая нам пишет, мы не панки, мы не дуры, мы фанаты кейн-культуры. Красиво. И так что ж, давайте приступать и посмотрим на новый мир Майнкрафта, который теперь полностью состоит из маленьких блоков. И называется этот ресурспак Pixel Blocks, и, в принципе, он делает как раз таки то, что мы видим прямо на наших экранах. То есть все блоки теперь состоят из маленьких других блоков, которые по текстуре и по цвету подходят для того, чтобы сформировать полный блок. Например, это у нас блок досок. Вы можете видеть, здесь мы можем видеть всякие доски, деревянные люки, всякие блоки дуба и так далее. То же самое, например, это у нас с листвой. Вы можете видеть, здесь у нас опачки. Не знаю, что здесь делает роза из сушителя, но она здесь есть. Я предполагаю то, что автор это сделал с помощью какого-то алгоритма, потому что я не думаю, что он все это вручную делал. Например, вы можете видеть, здесь у нас вот такой голубой огонь душ, и это у нас теперь алмазная броника. Выглядит довольно-таки круто. Но знаете, в чем еще прикол этого ресурспака? То, что даже кнопки, обратите внимание, если присмотреться, они состоят из маленьких-маленьких других блоков. Это просто офигенно. К сожалению, я не состою из маленьких блоков. Это единственная вещь, которая была не заменена, но остальное все работает. Например, жители, вы можете видеть то, что их, так сказать, цвет кожи теперь сделан из командных блоков, потому что, ну, в принципе, издалека это реально работает. Если так прямо издалека-издалека посмотреть на этого жителя, то он реально похож на самообычную. Но как только вы к нему подходите, то вы сразу же замечаете то, что он сделан из других блоков. И сразу вас хочу предупредить, друзья, потому что этот ресурспак жрет ваш компьютер. У меня вылетел Майнкрафт уже пару раз перед началом. Мне пришлось немного подкрутить графику, но вроде бы пока что все нормально. Я просто предупреждаю. Если вы хотите такое установить, то ссылочка, кстати, будет обязательно в описании. Даже пчела, друзья, обратите внимание на то, что теперь она тоже состоит из всяких рестоновых ламп, из каких-то столов зачарования и так далее. Просто залетела внутрь. Замечательно. Но также самое прикольное то, что даже частицы, обратите внимание, частицы теперь тоже заменены. То есть все частицы, которые летают в воздухе, например, те же самые частицы дыма, они имеют маленькие блоки внутри. Боже мой, насколько это круто. Я также хотел посмотреть на воду, потому что даже вода. Обратите внимание на то, что имеет текстуру каких-то, я даже не знаю, это каменные кирпичи, только синие. Какие-то люки есть, таким образом она переливается, и это просто офигенно. Опять же, то же самое пшено, обратите внимание, боже мой, насколько... Я реально не понимаю, как он это сделал, но я очень надеюсь, что это не вручную все было сделано, это с помощью каких-то алгоритмов, но выглядит это на самом деле офигенно. То есть можно увидеть целый новый мир внутри всего лишь одного блока, и это реально шикарно. Вы можете видеть то, что у него шапка сделана из сены, всякой терракоты и так далее. Довольно-таки забавно. Здесь мы видим всякие печки, тут вообще солнечная панель, здесь у нас камень, булыжник, андезита, бла-бла-бла и так далее. Я очень очень круто, мы обязательно чуть-чуть попозже отправимся в ад, в край, посмотрим, как там все выглядит, но пока что посмотрим на... Погодите, я-то только что заметил, обратите внимание на солнце. Оно теперь тоже состоит из блоков, и опять же, роза из сушителя присутствует. Но окей, у нас также есть сундук, вы можете видеть, он опять же сделан из всего падря, то есть тут у нас есть опять какие-то доски, сено и так далее. Это довольно-таки круто. Если мы его открываем, опять же, все предметы, весь инвентарь состоит из маленьких блоков, если приблизить... Наверное, вот так будет видно чуть получше, но они настолько маленькие, что ну реально не разглядеть, что там такое, и именно поэтому этот ресурс-пак жрет ваш компьютер, потому что здесь реально заменено все. Даже, например, если я возьму себе какой-нибудь меч, возьму его в руку, то обратите внимание на то, что он сделан из всяких огней души и так далее. Это просто офигенно. Ладно, друзья, давайте немножко пролетимся по обычному миру. Я тут в какой-то рандомной деревне, я не знаю, что это за флаг, но пусть он там будет. Давайте посмотрим на различных мобов. Например, это у нас новая свинья, которая из каких блоков она сделана? Из мишеней, из розовых шулькеров, и... Довольно-таки круто. О, погодите. ТНТ на задней точке у свиньи. Окей, хорошо, пусть будет. Вы можете видеть то, что корова. На самом деле корова довольно-таки круто выглядит. Издалека реально обычная корова. Но, погодите, что у нее с выменем? А, опять. Опять мишени, но... Да, ребят, давайте я опять же пропишу тайм сет дэй, для того, чтобы у нас было все светло, красиво, чтобы мы могли разлететь всех мобов. Вы можете видеть даже лошадь, друзья. Моб, который обычно они трогают в ресурс-паках. Очень редко почему-то заменяют лошадь именно, но все мобы были заменены. Реально все. И самое прикольное то, что этот ресурс-пак есть на последний снапшот. И я нахожусь на версии 1.16.4, но если вы хотите это установить на версии 1.17, то есть на последний снапшот, вы это можете спокойно сделать. Обратите внимание на крипера. Из чего ты у нас состоишь? Блок изумруда, всякая растительность, изумрудная руда, какая-то ракота, какие-то лампы. Блин, ну реально круто. Опять же, давайте посмотрим на скелета. Здорово, пацан. Лук у него тоже заменен. У него заменено просто все. Опять же, он состоит из кучи разновидностей камня, всяких кирпичей и так далее. И сам у него лук сделан из книжных полок каких-то, из люков, дверей и так далее. Окей, замечательно. Погодите, а лава? Давайте посмотрим на лаву. Я еще на нее не смотрел. И опять же, издалека, ну обычная лава, да? Ну как только ты к ней подлетаешь, то сразу можешь видеть, ну в принципе да, здесь использовали саму же текстуру огня. Точнее, саму же текстуру лавы плюс текстуру огня. Таким образом, у нас получилась вот такая прикольная текстурка лавы. Замечательно. Вы можете видеть угольная руда, вы можете видеть, это у нас диорит. Это гранит, извиняюсь, друзья, извиняюсь. Гранит у нас тоже состоит из всяких кирпичей, командных блоков, каких-то повторителей. Блин, реально здорово. Ладно, давайте вылетим на поверхность, посмотрим, что мы еще. Такого можем найти, на самом деле, я могу бесконечно смотреть этот результат, потому что каждый блок таит в себе целый новый мир. И это очень-очень круто. Давайте, я не знаю, возьмем что-нибудь из креатива, посмотрим на какой-нибудь рандомный блок. Вот, например, просто фиолетовая шерсть. Давайте посмотрим на фиолетовую шерсть. Здесь у нас, ну, как бы, да, фиолетовая шерсть, фиолетовые шулькеры. Это у нас, это что вообще, это свеча? Хотя, погодите, я на версии 1.16. Это подводный, подводный, наверное, огурец. Я не знаю, но окей, хорошо. Давайте посмотрим, что мы еще можем такого взять. Например, ту же самую тыкву вырезаем. Давайте посмотрим на нее. Ну и сделана она, вы можете видеть, из адских кирпичей, из медовых блоков, из самих тыкв. И это очень-очень здорово. И что у нас здесь? Опять же, какое-то сено и так далее. Просто круто. Ладно, давайте посмотрим на еще какие-нибудь такие рандомные блоки, на которые я даже не знаю. Давайте посмотрим на, например, магмовый блок, что он из себя представляет. Здесь мы, опять же, видим адское дерево, адский камень и так далее. Очень-очень круто. Ну и, опять же, как я и сказал, все предметы тоже были заменены. То есть, если я теперь возьму яблоко в руки, посмотрите, оно тоже сделано теперь из меда, из каких-то других блоков. Давайте я его выкину, мы приглядимся поближе. Да, друзья. И даже, погодите, даже переливание зачарования, ну, вот этот эффект зачарования, он тоже сделан из каких-то блоков. Вы это видите? Схожу с ума. О май гад. Что это за дичь? Ну, это очень-очень круто выглядит. Паффер Фиш, давайте приглядимся, пока что-то не падает. В Паффер Фиш у нас, опять же, сделано из всяких медовых блоков, таракоты. Обратите внимание на мои ножницы, которые сделаны из березки, из, опять же, золотой адской руды, и тенти, и стоновых ламп, каких-то дверей. Это просто офигенно. Но, опять же, у нас есть часы, которые теперь у нас, опять же, сделаны из медовых блоков, золотых блоков. Что у нас тут еще есть? Какие-то... Я даже не знаю, что это за синий огонь, друзья? Это уже не огонь души, это просто какой-то синий огонь. Я не знаю, возможно, тут каким-то образом все равно блоки меняют цвет, потому что, ну, вы сами видели, как вода у нас работает. Она сделана из других блоков, которые переливаются. Сами рыбы даже были заменены. Вы посмотрите на это. Даже рыбьёх, которые никому не нужны, тоже теперь были заменены. Давайте посмотрим на некоторых мобов. Я, например, хочу посмотреть на железного голема. Давайте мы засумоним одного айрон голема и посмотрим... О май гад, чувак, какой же у тебя внутренний мир. Теперь вы просто посмотрите. Опять же, у нас есть столы лучника, всякие андезиты, диориты, редстоуновая руда. Тут у нас что-то зелёное. Вы можете видеть тростник, какие-то арбузы. Вау, просто круто, просто круто. Ладно, кого мы ещё можем засунуть? Давайте выберем какого-нибудь рандомного моба. Например, криперы мы смотрели. Например, мухоморную корову. Почему бы нет? Просто рандомнейший моб. И тупо редстоун, в принципе. Опять же, какой-то андезит. Здесь у нас, опять же, стол какого-то лучника использован. Давайте посмотрим на визора скелета, который теперь у нас состоит из всякой чёрной шерсти, чёрных шулькеров и так далее. Блин, очень-очень круто выглядит. Давайте посмотрим, кто у нас есть ещё. Такой интересный, например, пафферфиш мы видели. В принципе, можем посмотреть на того же утопленника. Почему бы и нет? Утопленник теперь у нас выглядит вот таким образом. Опять же, офигенно. Ну и появляется огонь, который состоит теперь у нас из всего оранжевого, что у нас есть. Это что, маяки? Или, да, это, походу, реально маяки? И, окей, призмарин, маяки и так далее. То есть, вот такой вот у нас теперь утопленник. Это само яйцо спавнера, друзья. Вы можете видеть, тоже теперь у нас сделано из других различных маленьких блоков. Разве это не прикольно? Но я очень надеюсь, что у вас потянет этот ресурс пак ваш компьютер, и вы сможете спокойно поиграть и посмотреть. Но, найс, паук, красавец. Ладно, ребята, знаете, 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 что я хочу сделать? Я хочу отправиться в ад. Давайте посмотрим, как у нас теперь будет выглядеть именно ад. Мы делаем сет-блок, мы делаем нether-портал вот таким образом. Отправляемся сюда и давайте посмотрим. Ну что ж, адский камень, опять же, состоит из всего адского, из самого же адского камня, адской золотой руды, адского красного дерева и так далее. Окей, замечательно. Ну, в принципе, что мы тут еще? Такое можно посмотреть. Те же самые пиглины. Окей, ТНТ-шкиры, командные блоки, мишени, все подряд. My God, oh my God, my God. Даже портал, друзья, не обращался стороной. Вы можете видеть, используются маленькие текстурки портала, еще какие-то блоки. Я не могу разглядеть, что здесь происходит, но, да, друзья, сам обсидиан вы можете видеть. Окей, еще куча блоков. Давайте посмотрим, что у нас, что у нас здесь еще. Например, Glowstone, мы еще не смотрели. Давайте посмотрим, посмотрим, можете видеть Glowstone. Опять же, блин, такой визуальный эффект, потому что, когда вроде подлетаешь, обычный, самый обычный Glowstone. Но, но, вы можете видеть, он реально состоит из кучи блоков. Ладно, ребят, ну, в принципе, в аду больше, я думаю, мы ничего такого суперинтересного не увидим. Давайте сразу же, наверное, отправимся в Край и посмотрим, как у нас теперь будет выглядеть Край и Эндер Дракон, а не Сид, а Сет Блок, пожалуйста. Пропишем здесь и Энд Портал. Вот, таким образом, погнали, друзья, давайте посмотрим. Давайте посмотрим на Крайский Кабень, который теперь у нас состоит из самого же адского камня, кирпичей, дверей и так далее. Замечательно, окей. Что мы имеем по Эндермену? Мы еще на Эндермен не смотрели. Погодите, стоп, стоп, стоп. А, нет, или... А, я-то думаю, его не заменили. Не-не-не, походу, я не знаю, используется какой-то асфальт, либо еще что-то, но вы можете видеть глаза, это у нас вот эти вот стрелки вверх. И сама текстура, да, можно видеть маленькие-маленькие пиксели, значит, это какие-то блоки, используя которые ровные, тупо серые, тупо черные. Ну и сам Эндердракон. Ну-ка, стой, погоди, ну-ка, стой, 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 погоди. Давайте я зайду в Спектейтер и попробую на него посмотреть. Сам Эндердракон, обратите внимание, тоже состоит полностью из каких-то рандомных блоков, и это... Это шикарно, друзья. Это реально очень-очень здорово. Давайте посмотрим на кристаллы. Если даже кристаллы заменены... Вау, друзья, даже кристаллы. Все полностью заменено на маленькие блоки. Да, само деление жизни Эндердракона наверху экрана, оно тоже состоит из маленьких микроскопических блоков, и это просто здорово. А что ж, друзья, я думаю, на сегодня хватит. В принципе, что я могу вам еще показать этот ресурс-пак, это именно и делает. Так что ссылочка будет в описании. Спасибо Эбон Хоу Бллу за его подделки. Довольно-таки крутые вещи. Он делает всегда пацан крутой, просто лайк. Поэтому подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольцы, чтобы не пропускать новые видосы. Также пишите коментосы, всякие такие вещи. С вами был Кейн. Всем пока.